Дорогие наши зрители, сейчас пойдет рассказ о дубайской метрополитене. Если вам неинтересна эта тема, 3 минуты прокручивайте фильм вперед, не напрягайтесь. Мы с вами прокатимся по метро, а мы катались по метро или в метро, как правильно? По метро катались постоянно. Мы постоянно, очень удобно. Такси практически не пользуются. Раз там, один раз. Немножко, да. Очень удобный транспорт, очень простой, схема элементарная, длина 75 километров. Дубайский метро – самая большая в мире система автоматического общественного транспорта. И стоимость дешевле, чем московская метро. Да. 75 километров, обошлось примерно 8 миллиардов долларов. Большие планы желают провести по всем Эмиратам, Арабских Эмиратов. И в Шаржу, и в Абу-Даби. Вот смотрите, серебряная карточка. Прислоняете, проходите, ну как в любом практически метро мира. Но очень важное дополнение. Обязательно на выходе тоже прислоните карточку, иначе у вас будет списана максимальная сумма. Розовый вагон – это вагон для женщин и для маленьких детей для 12 лет. Если мужчина бестолковый зайдет, или в золотой, сейчас расскажу, вагон, он получит штраф 100 дирхамов. Вот. Это примерно 2000 рублей. Значит, мужчины, дорогие мужчины, даже если вы имеете длинные волосы и красивые глаза, не входите в этот вагон, иначе вас оштрафуют. Мы видели такую ситуацию, когда туристы, ну он просто не знал, наверное. Ну, туристы, да, они с чемоданами, только ехали с аэропорта. И женщина, когда он вошел именно в этот, где женщины сидят, все начали головой мотать, мол, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, и он встал и быстренько выскочил. Вот. Значит, соблюдайте правила. Не жуйте жвачки, не кушайте. Это тоже штраф. Золотой вагон. Золотой вагон – это просто вагон первого класса, и надо заплатить в два раза больше, и любой человек может ехать в этом вагоне. Надо купить золотую карточку. Ну, это абсолютно не нужно. Тот же самый вагон, ничего там такого нет. Кофе там не раздают, виски не наливают. Да, что еще хотел сказать. В метрополитене пахнет. Пахнет таким, как одеколом, помните? Ажон, по-моему. Ажон, да, такой типа апельсиновый запах. Сначала мне понравилось, но, честно говоря, через там полчаса поездки или там через час уже стало не очень хорошо. Ну, тут дело вкуса. Очень удобный вид транспорта, недорогой. Рекомендую всем. На такси вы еще дома успеете покататься. Значит, если вы хотите прокатиться в первом вагоне, надо ехать в сторону аэропорта. Тогда это первый вагон будет обычный серебряный. А если из аэропорта в город, то первый вагон будет золотой. Ну, что еще вам рассказать? Много камер видеонаблюдения. Более 4000 камер. Поэтому не нарушайте правила. Обязательно прокатитесь ночью. Изумительное зрелище. Вам понравится. Вот я вам... Просто экскурсия. Да, я вам показываю, чтобы вы понимали, что это такое. Ну, что вам еще сказать? Сейчас мы едем, в принципе, в аэропорт. Вот он, аэропорт уже показался. То есть, станция метро прямо в аэропорту. Но мы-то с вами продолжаем дальше плавание на корабле. У нас дальнейшая дорога – это Аман, город Маскат. Поэтому не уходите далеко.